Вопрос, свел абрикос, было призваться. Через 4-5 дней засвели вишни и черешни, и сразу холод 3-4. А, ну да, очень боюсь, что не успели завязаться абрикосы. Знаете, у меня такой год был, а вообще не было нафиком их. А выражай был обычный, средний. Не огромный, как бывает, а средний. Я тогда еще подумал, может, все-таки ветровое опыление, это не миф. Это когда, чисто механическое, ведь не зря природа, она так устроила, что этой пельцин немерено. Это так же, как вот везде в природе, допустим, икру мечут, там их тысячи икринок, а в счете их там миллионы, а до половозрелого доходит только, ну и та же пара, как от металла икру, прошли годы, а из этих тысяч осталась там та же пара. Вот, потому что, или в какие-то годы их еще вообще меньше, потому что кто-то икру сожрал или погибло. Какие-то годы благоприятные, так и тут. Вот. Вот. Может быть, если ветровое опыление не миф, а тот год меня как научил? Холодина. Немножко шмели были, они не боятся холода. Они в 3-4 градуса летают. Но, вот сейчас, кстати, у меня показа засветает, вообще ни одного насекомого в саду нет. Вот. Я начинаю уже нервничать. Мне надо, с одной стороны, тепло, а с другой стороны, распустятся абрикосы. Основной мой сад. Основной. И попадут под заморозок. Вот 9 мая один раз убил, раз, все, мороз, все мои эти, все цветы до единого цветочка. Был же такой год. И вот, значит, я думал, думал, ходил по саду. Что такое? Завязались, нормально, нормальный урожай был. А пчел-то так и не было. А ветровое пыление придумал не я. Я где-то читал о нем. А с другой стороны, вывод такой, что ветровое пыление помочь не может. Собирать шансов, что попадет в этот самый... В перстик попадет пыльца. Очень маленький. Как бы ни было много пыльцы, а чтоб попало механическим путем, просто летая под по ветру. Тогда я стал садить гусь. Поняли? Я стал садить гусь. Потому что у меня еще раз такой случай был. Может, у Дарси ветер так дунул, что прям на цветы, на миллион этих пылинок, они же как пылинки мельчайшие, да? Может, все-таки механическим путем попадали в пестики, так сказать, как в мишень. Стал садить гусь. Вот и все. Ответил, нет, не знаю. Будем ждать, что у вас. Пожалуйста, потом. И всех прошу. Ведь когда я получил с Красноярска фотографии, уже не цветущих, уже плодов моих, фаины, так какие плоды, видели прекрасно. Ну, праздник же на душе, ведь помогите мне продержаться, ведь. Иной раз руки опускаются. Так. А накатывать. Так, погодите, я вам только, не вам только сейчас вышел посылку. По-моему, вам. Вечер добрый. Вот, смотрю ваши вебинары, все не могу понять, на что лучше превращаешься. Да, вопросы интересные. Значит, все, что можно сказать, я вначале скажу, на что нельзя превращать черешню. Ее могут привить на волю со вишню. Она обгонит ее, умрет. Ее советуют прививать на... То есть, степная черешня и вишня родственники. Тоже нельзя. То есть, нежелательно. На штамбу эту самую. Ну, в общем, остается так. Черешня-черешня в России большая часть территории жить не может. Сколько бы там, как в той книге, они поговорили, что там замечательно все, это все ерунда. Черешня-черешня замерзнет. Вот. Я сразу взялся за штамбовую вишню. Мощные деревья. Черешня-черешня ни разу, нигде мне ее не обогнало. Так. Приживание плохое. Ну, я придумал же бетокимное... Ой, это... Наслоение ментора, которое подозрительно похоже на насыщение ментора. Но цель насыщения ментора была немножко у... Другая у этого самого... У... Мичурина. Вот. Но... Стоило немножко поработать. Стоило внедрить гены вишни в черешню. Так. А каждый раз подоито были, опять же, диковищи, но приживание стало лучше. В конечном счете я получил несколько урожаев. Оно еще реже, чем даже персик урожаю. Последних пяти лет, два года всего я ел черешню. Вот. Так уж и получается. Сильно капризная вещь. И... В этом году что интересно. Персика, наверное, не попробую, а черешня все-таки зацветает. В этом году она переплюнула персик. И получается так, что... Вот это вот волочный конец. Степная, штамповая вишня. Супер морозостойкая. Которая дает сумасшедший урожай. А вспомните, вот этот... Мы с чего начинали? Мы начинали с того, что человек получил первый урожай и вишни, но крупное, отборное. Влияние черешни однозначно. И чистая черешня. Это с ветки вишневой. Так. И дальше у вас, Анна, получится варианты. Первое. Что вы у меня заказали, я не помню, но что-то заказали. Сейчас-то я не вспомню. Это надо здесь смотреть. Мы не будем. Я надеюсь, вы у вишню себе же самую заказали. Когда она вырастет, приедете черешню. Где вы ее возьмете? Идеальный вариант у меня. Но я в этом году всего десяток ветчих черешни продал. Попробуйте, попадите в счастливые пару человек. И вот сильно ее калечится, когда ее отрезаешь в ветке на прививку. Поэтому я не знаю, где вы будете брать черешню. Но если на счете так, по двое мои, а другие вариантов нет. Потому что ваша вишня тоже не морозостойкая. Если начинать с моей вишни, то черешня у вас будет приживаться неплохо. Это надо провести доробкую работу, как я. Готовы? Нет? Ну, тогда у вас черешни не будет. Ну и самое интересное, я сейчас не вспомню, где вы живете. Если вы живете на юге, для вас будет один совет, на севере другой совет. В средней полосе можем попробовать и косточки черешни. То есть прививку оставить на потом. А у меня до сих пор не распроданы косточки черешни. Почему? Вот то самое, про которое уже другой человек задавали другие люди. Но там получилось так. Значит, в начале косточки черешни у меня было как? Не больше десяти. Я заготовил их где-то с тысячу штук. И думал, что человек по десять штук возьмет, у них получится, что я заработаю деньги, да? Ну, тысячу это получается, я заработаю аж 25 тысяч рублей за зиму на черешни в косточках, да? Ну, не все 25 мая, на двоих, то есть еще и на хозяина. Но ничего, все-таки заработаю. Я написал не больше, в каталоге не больше десяти. Думаю, на всю зиму хватит. Приходит май, поле на черешни распродано. И вот что интересно, возможно, что не привать черешню, это сложно, это трудно. Потому что я могу привать только на черешню, а значит, в морозную зиму замерзнет. А плевать на вишню настолько она капризная, что, допустим, в зиму может десять привяжется, а может быть ноль, а может две. И даже эти две могут потом погибнуть от биологической несовместимости. А косточки, у которых уже в гены в вишню внедрены, это еще один вариант. Вот в самом начале там была веточка вишневая, которая дала черешню, да? Честно, сто процентов, без обмана. Ни с моей стороны не было обмана, ни с человека, который прислал фотографию. Все честно, клянусь Богом. Но вариант черешня, которая выросла на вишне, и у которой наверняка гены вишни есть, а это морозостойкость, и вы получите, допустим, десять косточек. Нет, не так. Но если вы смелый человек, настоящий садовод, вы пятьдесят косточек выпишите, вот, со скидками это, знаете, сколько всего? Это тысяча с копейками получается, да? Если вы пишите, хоть до сто косточек, это всего лишь там, получается, тысяча с копейками, две бутылки водки, если не отравлены. Далее, или три отравлены, три отравлены. Вот. Далее, значит, половина, если пойдет, она мне старифицирована, должна хорошо пойти. Далее, значит, у вас получается жесточайший отбор. Часть превратится в вишню. Просто прививка была на вишню, да? Ничего страшного, вишня будет крупная, как вот похвалили мы вишню, больше. Ну, дальше продолжайте, и все понятно. И сейчас еще не поздно. Черешня, это овощи, так сказать, скороплодные, и у нее короткий, этот самый, короткий-короткий вегетативный период. То есть она не зря же в июне, в июле созревает. Получается так, что даже сейчас в мае можно выписать мою черешню, которая, и возни никакой нет. Посадил и жди чудо. Для средней полосы она готова, как не собственная культура. Вот видите, как красиво рассказывал. Я уже заранее знаю. И я рассказывал, каждый раз один человек делал заказ. Ну, чего бы я не хвалил там на вебинаре, слушают сотни, а заказывают, как правило, один. Ну, бывает два. Не важно, о чем речь. Так, теперь Яковлеву спасибо за удовольствие поучиться, жду вебинара. Ну, пожалуйста, приятно. Так. А, вот, Акотова пишет, мне повезло, и то, и другое заказало. Значит, она заказала и черешню, и вишню. Поздравляю. Теперь, что дальше? Вишня у вас будет, плодоносец краснодарский, 100%. Урожаи будут сумасшедшие. Вот, вы наедитесь. Вот, будто я сейчас у меня на столе, на кухне, вишневое варенье. Я его больше всего люблю. Вишневое, я же с Украины. Пусть она кислятина. Вот так, чистая. Она кислятина, так? Вот. Теперь, черешня, косточки, я уже рассказал, какие будут. И вот, когда вы получите, продолжайте, Анна. Когда вы получите, увидите, вот, как там мы с вами разбирались. Вот она, вишневая саженец, а вот черешню саженец. Испутать невозможно. Когда вы увидите, что черешневые листья, или кто-то вам подскажет, да, специалистам, кто-то из Украины скажет, да, это черешня. Вы веточку срежете, чтобы закрепить, закрепить, закрепить. И на саженце, которые выросли, молодые, из вишни, привьете, срежете ветку с тех, которые получили черешни. У вас же косточки черешни тоже есть. Вот. Перенесете туда, и третий вариант, помню, то, что я называл, помните? Журавиль в небе у вас будет. Вот так вот. И жар птица у вас будет. Так, ладно. Что тут еще? Так, где-то был чай. Если меня слушает Александр Алексеевич Ребрик, то он меня два раза обозвал. По хорошему смысле, первый раз он сказал, что, когда читал мои публикации, что сравнил с Салтыком Щедриным, и у меня это высочайшая награда. Вот. И второй, он меня сравнил с лучшим рассказчиком России, с Раклием Андроником. Вот. И сейчас что я делаю? Я хочу, чтобы вы тоже заболели. Я как гриппом хочу вас заразить. Потому что, представляете, Анна Котова заказала косточки, вишни и черешни. Вот. А Красноярский, другого шанса нет вообще. Вы видите, в Красноярске сейчас, открывая страшную тайну, пойдите на рынок, вы увидите, нет, не тысячи черешин, саженцев готовых. Вы увидите, десятки тысяч. Весь Красноярск завален. И все до единого умрут. Это Анна Котова единственный шанс. Не повезет. Вишни будут, варенье будет. А когда у меня, я вот честно, вот клянусь Богом, я ничего, я выполняю роль Раклия Андроника, но только чтобы вы поверили мне. Вот. Приезжаю, смотрю, Сергея машина стоит. И стоит грузовик. И два мужика, бедро за бедром, с этого, с моих вишен, это самое, ну, с наших железовых вишен, стоя на грузовике на большой высоте, бедра прям грибут, грибут эту вишню. Дальше так что было? А дальше они приходят ко мне. Вот. И у них большая такая, типа тазика, вишня, вишня наполнена. Говорит, можно помоем? Я говорю, да ради Бога, помыли. И давай ее есть. Еле, еле, еле. Я говорю, ее же есть невозможно, кислятина. А мне люди говорят, я же еще раз говорю, что это не шутки, это все всерьез. Это в фильме есть. Я же их не подговаривал, у меня не было ни разу ни одного заслова казачка. В фильме есть. Они едят и говорят, что это же вкуснота-то какая. Представляете? Они еще из дерева начали есть, хотя там улица и пыль. Это про эти. Это еще просто вишня, ну, без всяких ген черешни. Уже никакой, а что им сходить-то? Они у меня прямо сейчас сходят в холодильнике. Они только ждут, когда их в землю посадят. Вот так. Спасибо за сравнение с Иракелем и Дроником. Вот. Я надеюсь, что это вы не преувеличили. Может, еще один-два человека заболеют. Так. Ну, про это фактически ответил Алексей Ол. Паладарий зацвел абрикос. Мне интересно, чей абрикос? Хотелось бы, чтобы он был мой. Хочу быть вашей соседкой. Насчет быть соседкой. Значит, я тут кое-кого уже два человека последнее мое приобретение. Да, один пожил, купил скромную дачу. То есть скромный дом потом. Полгода у меня жил, негде было жить. Так бывает, не всем в жизни везет. И что вы думаете? Купил домишко. Вот. Понастаил улев. Теперь процветающий, как пчеловод, да. Один случай. Вот. Был случай не очень. Все нормально, купили там все это. А потом заскучали по большому городу. И так бывает. Так что насчет моей соседкой. Звоните, у нас продаются дома. Мне нужны такие соседи. Потому что у меня рядом за забором соседи. Мы дружили, мы одно поколение. Мы одной крови. Старики были. Я насадил там много деревьев. Все это просто насадил. Мне некуда было садить. Правда. Потом это поколение сменилось. И молодежь забила калитку. Я, хотя знали, что я ничего в них не беру. Ну, забили калитку. Ну, чисто этому. Так бывает. А там остались деревья, которыми я фотографировался. Проводил туда телевидение. Там, знаете, только два примера. Один это когда приехал. Это тоже, чтобы поймите, Рита. Какие мне соседи нужны. Вы хотите быть вашей соседкой. Вопрос. Раскочили я, чтобы вы были мои соседки. Как получилось? Приезжает к Курдиму. Я говорю, говорит, я уважаю ранитки и полукультурки. Что у вас есть? А у меня одна ранитка. Ну, правда, выдающаяся. Ну, мало. Пошли к соседям. Нет, не так. Он мне по телефону сказал, когда ехал ко мне. Я к соседям. У них красавиатский пипинчик. Чудо! Урожай у меня фотографии есть. 30 ведер с дерева среднего размера. 30 ведер! Куда девать это? Они, это... До приезда Курдимова оставалось, наверное, месяц. Они взяли, спилили. Зачем? А куда? Я же им понасадил. Понапливал, понасадил. У них чего только нет. Нахрена им эта ранитка? Потом. Дальше все как положено. Приезжает их в этот сам родственник. Специалист. Изувечил весь сад. Как он его увечил? Вот. Это на глазах не только меня. Я не болту. Но это на глазах все это. У меня 15 человек было на семинаре. Мы семинар провели. А там пила звучит. После этого погибла большая часть. Представляете? Взял и изувечил. А что там было? Я рассказываю как анекдот. Успел Курдимова угостить улучшенное дикое. Дикое, но уже съедобное. Уссурийская груша уже съедобная. Я уже говорил. Инфицирование. Раз. Второе. Значит. Переделанные эти самые. Удалось переделать эти. Апорты. Краво-красные. Представляете? Чудо. Ладно. Фотографии есть. Доказательства есть. Это не все. Значит. Я. Несколько лет. Пася. Места не хватает. Я им посадил две этих. Маньчжурских абрикосов. Несъедобные совершенно. А я в душе хохочу. Я предупредил, что они будут эти. Вот. Просто. Ну как. Ну что им. Жалко. Место в них девать некуда. Вот. Я говорю. Ну пусть растут для меня. Ну пусть растут. Во-первых. Во-вторых. Во-треть. Ну нормально. Есть невозможная их. Чистая копия этих самых. Это я так думал. Я их собирал. Они сгниют. Вот. Только тогда я старался не ходить по чужой территории. Все-таки живое. Но вот они сгнились. Соглась соседей. Я уже гнилые собирал. И. Для чего. А это уже получился первый сын. У меня есть фотографии плодоносящих. Первый сын моего маньчжурца. Самый первый. Два заплодоносили. Однажды. Смотрю. Соседка пришла с федорами. Собирает. А я же на них рассчитывал. У меня в Маньчжуре то густо, то пусто. А потомство еще не плодоносило. Я говорю. Ты что это самое. Как так. Это же это. Они же несъедобны. Как несъедобны. Попробовал. Она успела сладко слать. Как. Ну вы же понимаете. Я бы вам голову заморочил про это самое. Про телегонию заморочил. Помните его? Вот. Стали сладкие. Так же как груша стала сладкой. Вот такие чудеса. Теперь калитка забита. Все. Ну ладно. Идем дальше. Все. Ай. Адронников отдыхает. Так. Лоток чая. Ужас какой-то. Где? Кто? И самое интересное. Что я нигде этого не читал. Ну почему у многих сейчас в холодильниках лишь ждат и ждут когда проснутся? Природа устроила, что одни просыпаются в одних условиях. Другие в других. Третьи в третье в четверть в четвертых. Одни в холоде. Другие в тепле. Третьи в жаре. Почему? Потому что природе не надо, чтобы у них взошло из тысячи тысячи. И негде расти. Леса-то все занято. Их задача, чтобы взошло немного, но в любых условиях. Пусть 90% спят, потому что взошло из сотни 2, 3, 5. Но взошли, у вас 30%. Это великолепный результат. И остальные взойдут. После того, когда в теплую землю попадут. Когда они влаги напьются, чтобы влага только поможет ему разорвать эту бронированную кожуру. Нет. Июнь месяц звонок. Я вообще успокоиться не могу. Ну когда же они проснутся? Я говорю, в холодильнике с какого? Буду на они проснутся. Блин, температура плюс 2, плюс 5 в темноте. Ужас как. Уже, может, песок-то давно высох. Когда проснутся-то? Они даже в мешочках полиэтиленовых. Ну, поняли, я уже. Может, я немножко сильно сегодня разговаривался. Да, это из этих публикаций подлых. В Ставрополе 40% украинцев. Уже об этом мало кто помнит. Степан, дорогой, я не хотел. Вот, у меня вине. Я очень хочу об этом. Вот, знаете, я не буду сейчас на остальные вопросы. Я сейчас Степану отвечу. Это мой единомышленник. Дело в том, что я упомянул про Ставрополь, да? А еще Кубань, Ростов. Дело в том, что 40% украинцев заселена не только в Ставрополе рядом. Сибирь! В свое время, я сейчас разволнуюсь. Может быть, отключайте, к черту, компьютеры. Что касалось, садоводство я закончил. Я никогда не говорил про политику. Вы заметили? Вот. Нас бьют, мы летаем. Вот так всегда было. Нас бьют, мы летаем. Страшная ошибка была, я вам отвечаю. Вы правильно сказали. Причем не просто украинцами, а натуральными украинцами. На своей украинской земле они живут в Ставрополе. Вот. Они это самое, украинским языке говорят. Я сам с удовольствием читал украинские книги, потому что попадались книги там про, ну, знаете, про детективы и прочее. Так вот. Дело в том, что когда было, то, что сейчас мы расхлебываем, вплоть до того, что бомбили в 21 веке, 5 лет назад бомбили Донецк из этих самых, из градов, из этих, прям самолетов, бомбами, разрывали на части детей, назвали их вторым сортом. Дело в том, что когда в 91 году расходились, вот, всё, что надо было России сделать, это, на грани, украинцы делили, помните, село на две части, вот дорога, здесь украинская, здесь русская. Там стала украинская школа, здесь русская. Надо было на русской территории, в Старополе, в Ростовской, в этой самой, на Кубани, надо было делать школы русско-украинские. Так, какой я учился. И ничего страшного, если бы там Тараса Шевченко изучали, и тут же этого самого, Антона Павловича Чехова. Вот так, потому что и тот наш, и тот наш. И говорить, должны были школа, а в ней украинская школа и русская. И обязательно. А ещё раньше надо было, чтобы украинские центры культурные были, а то мы у русских устраиваем деньги, тратим громадные деньги, где-нибудь в это самое, в Австралии, вот, ещё когда только заселяли украинцами, эту самую, Сибирь, надо было, чтобы тогда были культурные центры, были украинские школы. Надо, чтобы сейчас на центральном телевидении, у нас несколько каналов относятся к центральному телевидению, чтобы был украинский канал. И без этой дури, когда долбят с утра до вечера все каналы центральные, всё Украина, Украина, а уже украинцы говорят, вы посмотрите, что у вас что. У вас только что богаче и воруют больше. Вся разница. Потому что я ещё украшу, в Украине уже нечего. И всё долбит, долбит. Надо было всего лишь иметь нормальные каналы, чтобы мы смотрели каждый день фильмы Довженко, чтобы мы, это самое, прекрасные фильмы, чтобы мы могли слушать украинские песни, чтобы разговор был на украинском языке, чтобы я его не забыл. У меня мама украинка, фамилия Натяга. Чтобы я его не забыл. Чтобы я сохранил эту любовь. Это же, ещё скажу и всё, и заткнусь. Когда, ах они сволочи, это мне говорит, уважаемый человек с высшими двумя образованиями, грамотнейший, всё, добрейший человек на земле. Что ему внушили, если он говорит, эти сволочи украинцы не платят, не отдали нам долг, там 2 или 5 миллионов, миллиардов за газ. Я говорю, слушай, если бы они сейчас скинутся всем миром, это нищета, там уже воровать нечего. Вот. И скинутся, вот так вот, буквально, как там, кто кольцо золотое, кто там заначку, и отдадут России 5 миллиардов, у тебя зарплата не то, что на руль, на копейку не повысится. Тебя эти доллары касаются, ни рубля, не больше. Твоим детям лучше, это, бесплатное питание в школе не обеспечат. чтобы я когда, каждый раз, когда вижу, мне говорят, ребенок, знакомая, сидит и говорит, я не хочу кушать, все дети идут в это, в школе на перерыве, в столовую, хоть какой-то дерьмом кормят. Вот. Она говорит, я не голодная. А все дело, потому что тысячи рублей не нашли. Я в сотый раз достаю из кармана деньги, из-за этого не могу уже съездить в это самое, потому что я это, уже сейчас дальше такого наговорю, матом начну крыть. Хоть один рубль из тех миллиардов бы попал к тем детям, которые не могут пойти и говорить, я не голодный, потому что унижение какое испытывают. На всю жизнь унижение. Чтобы в школьном перерыве он не может покушать в школьной столовой. Украинцы виноваты. Это из-за вас это самое и вот Степан, я вот разговариваю, это вы виноваты. Наболела уже. Дуль такая, поссорить с украинцами. Так, ну что. Не могу сейчас пойду таблетки глотать. Когда показывают мою Украину. Мою Украину. Смотришь уже кровь это самое сочится чуть у меня с души. Все, извините, ребята. До свидания. Спокойной ночи. Все, в следующую субботу вебинар. Следующую субботу вебинар. Много я вам рассказал, основной сказал, ну каждый раз, когда это самое, что-то надо обязательно добавить. Ну что вы еще знаете про гепатогенные зоны. Ну почему так получается? Вы знаете, что я в Москве сидит 100 человек. Я говорю, останьтесь тех, кому интересно, уже после вебинара. Я достаю рамки. Остается человек 50. Я каждого из них, говорю, давайте кого померить. Померил человек 20. Процент среди садоводов, тех, у кого высокое биополе, гораздо больше, чем в среднем по стране. Сады, сады, сады. Это наше здоровье, это наше спасение. Но только не искалеченные сады. Не искалеченные. Все, до свидания. Спокойной ночи. Редактор субтитров Н.